Здравствуйте! Добро пожаловать на программу «Есть Карачаево-Черкесия». Соботия четверга в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Каждый из них пришел с багажом знаний и профессиональной компетенции, сказал глава республики на встрече с победителями проекта «Кадровый резерв Карачаево-Черкесии». «Будущая Россия! Это мы!» А дети-посланники мира в Карачаево-Черкесии прошел второй международный благотворительный детский фестиваль. Если тарелка пустая, я очень довольна. Это мое счастье. Любимый повар Хабейской школы Зарема Клябышева победила в районном конкурсе «Школьный повар». Этот незаменимый прибор – обыкновенный микрофон. 144 года назад был изобретерт электроакустический прибор, прародитель современного микрофона. Клава республики Рашид Темрезов встретился с победителями проекта «Кадровый резерв Карачаево-Черкесии». Встреча проходила сегодня и вчера. Рашид Темрезов отметил, что каждый из них пришел с багажом знаний и профессиональной компетенции, которые тестировались и оценивались с экспертами по сложной шкале оценок. Сегодня представили свои работы четыре лауреата. Мухаммад Аджиев, автор проекта по вовлечению активно граждан республики, проектную деятельность. Аслан Канаматов показал свою программу по раздельному сбору мусора. Юрия Копалкина защищал проект поддержки творческих учителей. А Руслан Айдиев планирует и развивать движение в регионе КВН. А накануне на встрече с главой Рашидом Темрезовым презентовали свои работы. Назарова, Лилия, цифровую трансформацию систем госуправления. Валерий Медовый, проект в сфере развития физкультуры и спорта. Грибкин Андрей в внедрении единой заявки на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения в электронном виде. И наурус Байрамколов озвучил свои предложения по стимулированию инвестиционной деятельности в республике. Рашид Темрезов поздравил победителей и выразил уверенность, что их энергии и знания будут очень востребованы на рабочих местах. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 33 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 19 192 человека. Из них 17 470 выздоровели. И в продолжении медицинской темы весть о том, что на нашем телеканале завтра состоится большая горячая линия. В прямом эфире наши зрители получат ответы на вопросы о здравоохранении. Ежедневно больных становится меньше. Дает какую-то надежду на стабилизацию ситуации. Медики одерживают победу над пандемией. Мы стараемся. Поможет ли вакцинации сбежать третьей волны пандемии? Конечно, мы надеемся на нашу общую сознательность. Какая жизнь нас ожидает после пандемии? Горячая линия с министром здравоохранения Карачаева-Черкесии Казимом Шамановым на телеканале «Россия-1» в эту пятницу, 5 марта в 17.15 в прямом эфире. Звоните по телефону 220-036-220-673 и задайте свой вопрос. МЧС информирует. Сегодня и завтра в горах Карачаева-Черкесии лавина опасна. Но сейчас узнаем прогноз погоды на завтра. Похоже, весна вступает в свои права. В Карачаево-Черкесии без осадков ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночи минус 4, минус 9 в горах до 15 градусов мороза, а днем плюс 6, плюс 11. В горах местами до плюс 5. Ночью и утром на дорогах гололедица. В Черкесии без осадков ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночи минус 4, минус 6. Днем 8-10 градусов тепла. Ночью и утром на дорогах гололедица. Праздничная мега-акция в ветских мехах. Скидки до 50%. При покупке шубы куртка в подарок. Успей до 8 марта включительно. ТЦ Панорама. Первый этаж. Весна будет чудесной. С Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру Или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Это Большие Вести. В прямом эфире мы продолжаем. При поддержке митрополита Ставропольского и Неванамыцкого Кирилла под эгидой Всероссийского казачьего православного фестиваля «Будущая Россия. Это мы» в Карачао-Черкесии прошел второй международный благотворительный детский фестиваль «Дети и посланники мира». На базе гостиничного комплекса «Старый Домбай» для школьников из Луганской и Донецкой республик провели мероприятия, направленные на патриотическое, нравственное и культурно-просветительское воспитание. Подробности расскажет Мурад Жангезов. «Та вершина, которая с правой стороны, вот я показываю, это самая высокая вершина Западного Кавказа и Карачаева-Черкесии. Естественно, называется Домбай-Ульген. Павший Зубр – это высшая точка как Карачаева-Черкесии, так и республики Абхазии». Увидеть главный Кавказский хребет своими глазами – это зрелище непередаваемое. Ребята, приехавшие из Донецкой и Луганской народных республик и взрослые, с удовольствием позируют на мобильные телефоны и с большим интересом изучают живого яка. А при желании можно сделать рогатое селфи. «Тут очень красиво, можно много классных фоток сделать. Больше всего нам запомнилась экскурсия по Донбайу, когда мы катались на лыжах, на подъемниках мы катались. Тут очень прикольненько». Фестиваль направлен на патриотическое, нравственное и культурно-просветительское воспитание молодежи. Его организатором выступили Ставропольская и Невиномысская епархии. «Будущее России – это мы! Ура!» Дети, не понаслышке знакомые с ужасами войны, познакомились с кавказской культурой, обычаями, кухней, окунулись в атмосферу добра, милосердия и гостеприимства. «Но то, что сегодня в них заложится, а мы провели вчера православную беседу с ними духовную, прошлись и по священному писанию, посмотрели на их знания, знания, конечно, хромают, слабенькие, поговорили о сквернословии, о том, как это разрушает душу человеческую, когда человек изверяет из себя скверну, поговорили о недугах таких, как наркомания, пьянство и все такое». Для гостей организовали прогулки по горам, катание на лыжах, различные экскурсии, концерты и игровые программы. Незабываемой останется встреча с Андреем Разиным и Андреем Гуровым из золотого состава знаменитой группы «Ласковый май», а также концерты ансамбля песни и танца из Есентуков «Казачки Кавказа». Одним словом, скучать не приходится. «Новая седая ночь, и только ей доверяю я. Знаешь, седая ночь, ты все мои тайны». «Очень приветствую и благодарен, прежде всего, всем организаторам, кто действительно такое прекрасное мероприятие проводит. И, несмотря на тяжелое время, на пандемию, все-таки нашли силы, нашли возможности и пригласили детей на второй фестиваль». «На протяжении всего времени, то, что здесь находятся дети, около двух недель, каждый день организованы различные мероприятия. Детей знакомим с культурой, искусством народов Карачаева, Черкесии, Северного Кавказа и России. Помимо этого, учим их кататься на лыжах, различные конкурсы, мероприятия». «Очень благодарны Карачаево-Черкесии, потому что именно ваша республика проявила понимание, поддержку и оказала нам такую великолепную возможность отдохнуть нашим детям. Мы уже второй раз привозим детей разных, потому что у нас есть кого выбрать. И, естественно, берем тех детей, которые заслужили такую честь». По словам организаторов, фестиваль станет традиционным и ежегодным. Тут же, на высоте более трех тысяч метров, состоялось заседание оргкомитета, на котором обсудили примерный план дальнейшего взаимодействия. Мурат Шенкёзов, Расул Бердий, Вести Карачаева-Черкесия, Дамбай. Фатима Даурова встретилась с Заримой Кябишевой, поваром, который вот уже больше 30 лет старается вкусно кормить детишек в средней школе Аула Хабес и разузнала у нее рецепты блюд. А поводом для встречи стала победа в районном конкурсе «Школьный повар-2020». И вот ее аппетитный сюжет. Сидишь на третьем или четвертом уроке в школе с чувством легкого желания перекусить, потому что время уже к обеду. И ждешь этот знакомый аромат со школьной столовой, запах жареных котлеток и булочек. Еле дождавшись звонка на перемену, мчишься к вкусной еде. Наверняка сейчас каждый себя вспомнил в школьные годы и ощутил вкус тех самых котлеток. А обеды, полдники, завтраки – дело рук школьного повара, который уже рано-рано утром приступает к своей работе, чтобы успеть приготовить самую вкусную еду для детей. Такова Зарима Кябишева, который вот уже больше трех десятков лет стоит на страже здорового, сбалансированного и полезного питания для школьников. Я очень люблю свою работу, я обожаю свою работу. Когда утром иду на работу, я с большим энтузиазмом иду на свою любимую работу. Деток люблю и ни разу ни одного дня не пожалела, что я стала поваром. Когда я иду между рядами и смотрю, как детки кушают, если тарелка пустая, я очень довольна. Это мое счастье. Опыт, наработанный годами, любовь к работе и профессии помогли школьному шефу выиграть в районном конкурсе, в котором участвовали все школьные повара Хабибского района. Жюри единогласно проголосовало за фирменное блюдо Зарима Кябишевой. Мясной рулет от шефа превзошел по вкусовым характеристикам другие блюда. Я приготовила мясной хлеб. Это по простонародию мясной рулет с яйцом приготовила. Жюри понравилось. Ну и я победила. Останавливаться на достигнутом любимый повар Хабибской школы не собирается. Впереди еще республиканский конкурс. Я в районном конкурсе победила. Когда республиканский конкурс будет, я надеюсь на победу. Мы постараемся. Фатима Даурова, Зарима Карданова, Мухаммед Дашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия, Хаббез. Сегодня день рождения угольного микрофона. Прототипа современных микрофонов электроакустического прибора, преобразующегося колебания в электрический сигнал. Это любимый праздник большинства людей. Ведь с помощью данного устройства можно не только донести информацию до большой аудитории, но и услышать музыку. А также без него невозможна работа радио и телевидения. Алла Динаева подробнее. Внимание. Запись. Сегодня уже сложно представить современность без микрофона, который встроен во многие устройства, такие как телефон и не только. Микрофон применяется в производстве кинофильмов, записи звука, двусторонней радиосвязи на радио и, конечно, телевизионном вещании. А какого качества звук услышит зритель, зависит от звукорежиссера. Моим учителем был Миша Хоротоков, звукорежиссер от Бога. И, в принципе, вот те азы, которые на радио, он мне все показал. Как не запутаться вот в этих многочисленных кнопках? Не сложно. Не сложно. Тоже надо знать, надо понимать. А когда ты каждый день, и когда ты твоя основная работа, и не один год, то уже это до автоматизма. А началось все с того, что американец Александр Белл создал устройство для передачи речевых звуков. Увидев его на выставке, другой разработчик Эмиль Берлинер решил, что сможет сделать прибор не хуже. И он сумел очистить и усилить передаваемые звуки и изобрел таким образом своеобразный телефонный передатчик, который назвал микрофоном. А случилось это 4 марта 1877 года. Шли годы, наука не стояла на месте, и вместе с ней менялся и усовершенствовался микрофон. На сегодняшний день существует несколько основных видов. Динамические, электретные, есть петличные, есть для репортажей, стационарные, которые в студии используются, и те, которые на выезда. Их существует на телевидении у нас где-то несколько десятков. В основном для дикторов и для журналистов. Для некоторых микрофон – это основной инструмент для работы, а для кого-то средство развлечения. Поэтому этот день сложно отнести к какой-то определенной профессии или категории людей. Но можно выделить ценителей данного праздника – радиоведущие, музыканты, певцы, актеры, любители караоке, телеведущие, журналисты, которые бережно относятся к микрофону. У нас должны быть специальные чехлы для микрофона. Без этого у нас вот получится, вот уже, видите, отходит буковка. Поэтому, чтобы буквы не отходили, нам важно держать его в чехле и всегда с собой носить. И при только случае, когда мы записываем синхрон, уже тогда мы снимаем чехол, а после этого уже опять на место ставим. А также не стоит забывать, что этот праздник является международным, поэтому его отмечают по всему миру. Ведь это устройство затронуло все уголки нашей необъятной планеты. Его страстно сжимают в руках, им размахивают в эмоциональном порыве, доверяют самые сокровенные тайны. Без него невозможно представить любое техническое устройство, обрабатывающее звук. Этот незаменимый прибор – обыкновенный микрофон. Микрофон, несмотря на свой солидный возраст, он остается востребованным, сохраняя лидирующие позиции в системах обработки звукового потока. И микрофон не скоро потеряет свою значимость, а значит, люди еще долго будут праздновать это событие 4 марта каждого года. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Таким был четверг, Карачаево-Черкесия. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Акушерка. Счастье на заказ». Приятного просмотра и ждите вестей. Счастье на заказ.